Ну что, ребятки, здорово! Давно меня не было видно, но скажу, конечно, то, что я это не специально сделал. А сделал только потому, что я уехал в отпуск с женой, вернулся, а у меня нахуй полетела видюха. Или сетевуха, или хуяло знать, что там полетело. В общем, получилось так, что я в итоге просто тупо не мог зайти в интернет. Скорее всего, как мне сказали в службе поддержки моего провайдера, то, что у вас, наверное, блядь, сгорела видюха. А может быть, сетевуха. Я говорю, как у меня видюха могла сгореть? Если, блядь, я сейчас фильмы смотрю. Ну тогда, наверное, сетевуха, блядь. Я думаю, ну и нахуй. Ну в итоге, короче, непонятно, что у меня на самом деле там сгорело. Но суть остается в том, что я все еще, вот сколько прошло у меня. С последнего моего видео уже прошло полгода. И я за эти полгода еще не снял ни одного видео. Но зато за это время я успел приватизировать компьютер жены. То есть ее ноутбук. Ой, ноут даже, блядь, по-моему. Да, ноутбук. Успел уже позаниматься раскруткой своих видосов на ютубе старого. Типа, ну, который там Resident я снимал, Evil там, что-то еще снимал там, херню всякую, короче. Ну, в общем, я понял, что это полная параша. И спустя какое-то время я прочитал, начитался, короче, в интернете всякой хуйни. И понял то, что надо работать с биткоином. Вот. Ну что я хочу вам сказать, ребята. Конечно, заработок очень интересный. Но своего рода это какая-то пирамида, как я понял. Вот сейчас на центральной странице, точнее, странице, на центральном экране вы можете видеть клауд майнинг. То есть объясню, что это такое. Вообще, объясню, чё к чему я сейчас начал это делать. Вот. А еще раз повторюсь то, что месяц назад я начал заниматься заработком биткоина. То есть начинал я, конечно, тоже с кранов, со всякой хуйни. Ну, краны это где-то, блядь, кликаешь всякие ссылочки, получаешь всякую там, блядь, хуйю делаешь, получаешь заработок там всякие биткоины, точкоины и подобная хуйня. Вот. Скажу так, что это такое биткоин вообще на данный момент? Биткоин это криптовалюта, которая, в принципе, добывается за счет мощностей компьютера, либо сетевой карты, видеокарты, либо процессора самого компа. В общем, в принципе, заработок, как заработок, очень интересная штука. Скажу так, что существует два вида заработка, либо, то есть, ты майнишь на своей машинке, ну, компьютере, то есть, якобы, либо ты покупаешь себе сервер, там, ASIC, по-моему, его, блядь, называют, и майнишь его там где-нибудь, короче, высовываешь его нахуй на балкон, и он тебе там, блядь, шпарит твои бабки, да, разгадывая какие-то там числа, сука, шифры и подобную хуйню. Так ведь? Вот. А есть, сука, облачный майнинг, то есть, ты берешь, блядь, вкладываешь свои бабки. Куда-то, инвестируешь их в какие-то там, блядь, хуй знает его, блядь, сайты. Не знаю, там, скам это, не скам, может, это вообще, блядь, какая-нибудь пирамида ебаная. Ну, короче, ты туда вкладываешь свои бабки, и что происходит? То есть, происходит вот что, чувак. Твои бабки делают тебе другие бабки. Но, в основном, вклады все идут с каким-то процентом. То есть, как бы ты вкладываешь, допустим, 100 баксов, возвращаешь ты, к примеру, эти 100 баксов, вот как вот сейчас на вот этом вот сайте, который сейчас перед вами, это называется, сука, я бот хуев. Вот. Окупаемость твоих вложений примерно составляет 13%. О, блядь. Ну, я ебанулся, короче. Не 13, да просто давно не снимал видео, у меня какая-то хуйня уже просто прет из меня. Вот. Не 13%, а окупаемость идет твоих вложений примерно 13 месяцев. То есть, через 13 месяцев ты уже будешь, отобьешь всю свою сумму вложенную, и уже начнешь зарабатывать в плюс. Вот. А на многих сайтах, вот я вот сейчас покажу, также есть сайты еще такого типа, как, эээ, где он тут у меня, блядь, сайты есть такого типа еще, как, эээ, а, блядь, вообще это своего рода у меня дневник идет. То есть, сегодня первая запись моего онлайн дневника в плане заработка биткоина. То есть, на моем примере, ребятки, вы сможете увидеть, как можно, ну, с какой скоростью можно вообще зарабатывать деньги, не вкладывая. То есть, именно ключевое слово, не вкладывая реальных денег. То есть, я не буду ничего вкладывать из своего кошелька, или перечислением со своих банковских карт, или там еще из какой-нибудь пизды, своих заначек, блядь, и так далее. Я ничего не буду вкладывать. Вот еще один интересный сайт, kex.io, да. В чем прикол этого сайта? Он более стабильный. Но, вот в отличие, скажем, вот от этого EA-бота, на котором я сейчас буду, вот сижу, да, в основном, зарабатываю деньги, на kex.io еще имеется также своя биржа. То есть, это биржа, с помощью которой вы, ребятки, можете просто покупать, продавать, такие валюты, как, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ вот это вот число тем соответственно ребят быстрее идет ваш заработок но скажу так то что а в отличие скажем от я бота на котором я сейчас в основном в самом начале сидел до кекс это такой как бы как сказать-то сомнительный немножко проект в плане заработка если без вложений так как здесь как видите в общем сейчас нынешний курс идет одного гхс это 90 центов ну там плюс всякие комиссии своего рода и в итоге выйдет вам минимум бакс один гхс один гхс приносит прибыль не скажу что очень большую вот как видите да 51 bts потом там допустим идет что там дальше 53 bts у меня списывает эта комиссия 51 bts это то что я получаю потом там какой-то xkk это хрен знает что такое также вот видите здесь 68 bts ну короче скажу так что вот этот способ заработка подразумевает то что сюда нужно ввивать как минимум тысяч 10 долларов и тогда ты возможно что-то будешь здесь зарабатывать но это ребятки не для нас конечно провинциалов это в принципе может быть ближайшие там москвичи столичники какие-нибудь других стран ну и конечно же америка это все-таки пиндосовские сайты и поэтому как бы как сказать здесь выигрывает по большей степени мне кажется именно только сам правообладатель этого сайта так как с учетом того то что здесь идут такого рода комиссии то окупаемость с этого проекта составит примерно ну не знаю даже несколько месяцев может быть даже лет хуй вы знаете вот тут видите суть то в чем ребятки то что а bitcoin он как сказать то блять его меньше становится то есть соответственно как сказать то блять разгадывать и установится все тяжелее 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 соответственно чем тяжелее разгадывать bitcoin тем соответственно стоимость этого bitcoin нам выше растет но добываемость его меньше за счет этого вот за счет чего держится вот этот сайт вот почему я больше доверяю допустим кексу хоть он и прибыль мне приносит пиздец копеечную я сюда своего рода вложены на не больше двух долларов это точно вот ну это я вложил их не наличка я вложил их с кранов то есть я на кранах зарабатываю соответственно перевожу деньги на кекс вот примеру да я заработал с этих двух долларов сейчас на данный момент всего лишь 481 bts то есть в сравнить сравнение это несколько копеек ну да ну то есть там может копеек 50 я заработал вот но суть то в чем остается ребята то что в принципе это долгосрочные инвестиции то есть я скажу так то что я три дня вот три дня я не вылезал из минуса вообще здесь то есть комиссии покрывали мои доходы то есть я заработаю 50 bts например а мне вычтут блять 150 в итоге я уходил в минус так на протяжении нескольких дней сейчас я вроде как уже вышел в плюс также скажу что перед этим тоже вот перед покупкой вот этой скорости я же докупаю потихоньку то есть я на на той самой бирже я продаю перепродаю покупаю и в итоге соответственно вкладываю сюда же опять виде мощностей денежки вот что здесь происходит ребята то есть когда ты добываешь эту валюту соответственно у тебя каждый раз списывают комиссию то есть при добыче ты можешь даже практически добыть там скажем под 51 да допустим вот 51 а салют у тебя 150 это в зависимости идет от сложности чтобы баланс сохранялся то есть бывает и такое конечно то что ты добудешь там скажем 70 80 bts 200 bts а вычтут ноль ноль вычтут понимаете да вот то есть соответственно могу сказать такую интересную ситуацию то есть прибыль все равно здесь есть но она идет очень маленькая чтобы здесь большие деньги зарабатывать здесь надо вкладывать нехилые суммы как я и говорил ну начиная наверное хотя бы где-то от 1000 долларов тогда возможно что-то здесь можно заработать но опять же скажем пушный асик купить да который вот ферм ферма тысячи острова есть фермы еще такие тоже интересные фермы блять это когда видюха к ней кулер прицеплен ну и все прописаны скрипты и все и так далее то есть все что тебе нужно ты просто вставляешь в розетку и все и она тебе ебашит бабки вот но суть в том то что потребление этих асиков идет очень большое и так как биткойн становится все время тяжелее разгадывать поэтому окупаемость как бы этого асика не очень-то и большая поэтому сейчас вообще актуально все-таки заниматься клава майнингом облаков клауд майнинг так его назовем в дальнейшем вот клауд майнинг он в принципе сейчас больше актуален потому что это во первых не нагружают и ваш компьютер а если вы еще и майните с помощью gpu то есть с помощью видюхи соответственно пизда компу нахуй точно через полгода он у вас верит ни в коем случае я не рекомендую особенно манить на ноутбуков блять ноутбуки они как правило собраны он не любит перегрева может погореть вся ваша плата нахуй в хламе вам дороже обойдется вы там заработаете на этой джипу я не знаю там может рублей 200 300 у вас горитком вам это надо соответственно конечно поэтому сейчас актуально все-таки заниматься клауд майнингом